Институт филологии и журналистики Конференция у нас посвящена языкам и культурам. Проблема взаимоотношения языков и культур имеет очень давнюю исследовательскую традицию, но, по нашему мнению, она актуальной быть не перестает. Мы попытались на языки и культуры посмотреть в функциональном аспекте, прагматическом, коммуникативном. И в связи с этим конференция наша не просто научная, она научно-практическая. Конференция у нас посвящена памяти Сергея Георгиевича Стерлигова, это основатель нашей кафедры. И на самом деле это еще один из поводов, почему конференция называется именно так. Потому что вот у всех, кто Сергея Георгиевича знал, ученики, коллеги, друзья, он, помимо прочего, ассоциировался именно с языками и культурами. Сергей Георгиевич Стерлигов – основатель кафедры зарубежной лингвистики ННГУ, выдающийся германист. Участники конференции не только посвящают сегодня его памяти свои научные исследования, они также вспоминают Сергея Георгиевича самыми теплыми словами. Он был лингвистом той весной рожден. К заботам мира с давних пор причастен. Он аурой лингвистики дышал. Ее лелея был всегда с ней счастлив. И день за днем сверял по ней свой шаг. В этом году на конференции языки и культуры ведется работа по большому списку направлений, среди которых межкультурная коммуникация, лексическая семантика, функциональная грамматика и, конечно, перевод и переводоведение. Заменят ли когда-нибудь роботы и голограммы живых лингвистов? И стоит ли преподавателям и переводчикам опасаться технического прогресса? Этот животрепещущий вопрос также активно обсуждается на конференции. Это, скажем так, такое новшество, которое будет ставить дополнительный интерес у студентов к лекциям. Потому что, представляете, одно дело Федор Николаевич прочитал, а другое делал голограмм Федор Николаевич. Это такие вещи разные. Сейчас идет цифровизация всего, образование, науки, бизнеса, экономики, политики. И это все коснется, в том числе, лингвистики. Поэтому в будущем лингвисту, чтобы быть успешным, нужно хотя бы понимать, примерно представлять о том, что такое компьютеры, о том, примерно, как работают нейронные сети и уметь это использовать в своей работе. Может быть, не разрабатывать их, потому что это очень сложная работа, требующая колоссального труда математиков и прочих ученых, компьютерных специалистов. А просто понимать, как это все дело, можно интегрировать его работу. А также понимать, как будет меняться в дальнейшем мир, как будут общаться люди, потому что общение будет тоже меняться в этом контексте. Не стоит бояться прогресса, нужно просто ему радоваться и искать в нем что-то, что может быть полезно именно тебе. Какова она социокультурная специфика языковой картины мира? Каким образом можно отыскать национальный код в художественных и публицистических текстах? И как все эти полученные знания передавать посредством современных онлайн-технологий и получать качественную медиакультурную образовательную коммуникацию? Весь этот широкий спектр вопросов также обсуждается сегодня на конференции. Любая конференция собирает заинтересованных людей. И в том числе за последние два дня могла убедиться в том, что очень заинтересованные коллеги приехали. Всем было интересно поделиться результатами своих впечатлений, услышать других, задать свои вопросы. И получилась такая действительно очень интересная научная дискуссия. Когда занимаешься наукой, никогда нельзя замыкаться только в своем кругу, потому что то, что делают другие, может оказаться толчком к своим собственным исследованиям. Или ты можешь подсказать какое-то другое направление для своих коллег. Изюминкой конференции стал мастер-класс, где участники не только получили теоретические знания о культуре Франции, но и смогли практически почувствовать аромат этой страны. Директор культурного центра «Альянс Францез» познакомила участников мастер-класса со своей личной коллекцией парфюма, а также рассказала о том, каково оно – искусство жить по-французски. Отношения у французов с ароматами, отношения с парфюмом особенные и важные. Что касается меня, я сама очень люблю духи. Я считаю, что парфюм может сказать многое о человеке, о его чувствах, о мыслях. Парфюм не просто говорит словами, он представляет собой поэзию. Помимо представителей Франции, в международной конференции также приняли участие гости из США, а также ряда российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Твери, Белгорода и, конечно, Нижнего Новгорода. В отношении кафедры что скажу? Скажу, что они молодцы. Во-первых, что вспоминают Сергея Георгиевича, это не просто повод для, а на самом деле повод для изучения его трудов. И мы все гордимся, что эта кафедра, которую возглавляет Наталья Александровна, регулярно с большим удовольствием проводит это мероприятие. Эта ассамблея привлекла ведь выдающихся ученых, которые сегодня выступают на конференции. Мы очень рады и желаем кафедры лингвистического здоровья и продолжения этого события. Продолжение следует...